Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости канала. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом, в состав которого я использую столовую ложку кофе и банан. А что это будет, вы узнаете, посмотрев это видео. Желаю вам приятного просмотра. Сначала я беру глубокую миску и нарежу сюда весь свой банан. Банана я беру один большой и три маленькие. Ну так у меня получилось в наличии. Вы можете взять три банана больших. И все это нарезаю мелкими кружочками. Не важно какой толщины, это вообще никакой роли не играет. Нарезав банан, всыпаю к нему столовую ложку растворимого кофе. Также мне понадобится два куриных яйца, которых сюда я тоже вбиваю. И теперь все это мне нужно измельчить погружным блендером. Взбивать нужно блендером, пока не измельчится весь банан в однородную массу. Теперь всыпаю сюда 60 грамм тростникового сахара и вливаю сюда 300 миллилитров молока. Перемешиваю все венчиком. Теперь мне сюда нужно просеять 240 грамм пшеничной муки и 10 грамм разрыхлителя. Одновременно просеиваю и перемешиваю. Ставлю на средний огонь антипригарную сковороду и разогреваю ее. На разогретую сковороду вливаю 3 половника в своей смеси. Разравниваю по всей поверхности, по всему диаметру сковороды. И накрываю крышкой. Готовлю 5 минут на слабом огне. Прошло 5 минут. Я открываю крышку. И теперь мне нужно аккуратно поддевая под низом пышку свою перевернуть. Чем лучше у вас будет прогрета сковорода перед тем, как вы нальете тесто, тем лучше будет отходить тесто и вы аккуратно сможете его без повреждений перевернуть. Вот так вот. Перевернув, я закрываю крышкой. Готовлю под крышкой еще 3 минуты. И через 3 минуты я снимаю пышку со сковороды и повторяю тот же метод со всем оставшимся тестом. У меня получится в итоге 3 пышки. Главное, перед тем, как наливать тесто, каждый раз нужно нагреть сковороду. Иначе пышка прилипнет и вы ее потом не сможете аккуратно перевернуть. Все 3 мои кофейно-банановые пышки готовы. И что вы думаете дальше я буду делать? Я их отставлю в сторону остывать. И возьму глубокую миску. Добавлю сюда 150 грамм сухих сливок. 50 грамм сахарной пудры. И налью сюда 200 миллилитров молока. И что я теперь с этим сделаю, как вы думаете? Я это взобью. А взбивать я буду миксером. Все, сливки я взбил. Главное, перед тем, как вы будете покупать сухие сливки, обратите внимание на состав и вообще предназначены ли эти сливки для взбивания. Если не найдете сухие сливки для взбивания, тогда купите обычные жидкие 33% от 33% и выше. Потому что первый раз, когда я делал взбитые сливки из сухих, у меня не получилось. Потом я прочитал состав и в составе не было даже ничего похожего на сливки. Все, что угодно, кроме сухих сливок. Так что будьте внимательнее. Теперь я буду промазывать коржи сливками. Беру широкое блюдо. Кладу сюда свой первый корж и лопаткой аккуратно набираю и размазываю сливки. Затем кладу второй корж. Чуть придавливаю. И также сверху его замазываю. Также после того, как смазали все слои, нужно смазать бока. Удобнее, конечно, все это делать ровной лопаткой. Мне нужно обсыпать аккуратно бока. Для этого я буду использовать ту же самую лопатку. И вот так вот аккуратно, благодаря ей, обсыпать. Кстати, грецким орехом, что я говорю. Обсыпать санчем. Обсыпаю измельченным грецким орехом. Достаточно будет 50 грамм ореха, чтобы обсыпать все края. После того, как я по краям обсыпал коржи грецким орехом, сверху теперь я посыпаю тертым шоколадом. Шоколад можете выбрать на свое усмотрение. Или горький, или молочный. Главное, чтобы обязательно он был темный. Его достаточно, грамм 20 где-то будет. 20-30 грамм. И всю поверхность обсыпаем тертым шоколадом. В итоге смотрите, какая получается красота. С ароматом кофе и вкусом банана. Ну что, удивлены? А я вам говорил. Надеюсь, понравилось вам это видео. Не забудьте нажать под видео палец вверх. Написать в свои комментарии, что вы думаете о таком видео. Если вы еще до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok